Куда бежать в случае чрезвычайной ситуации? Сотрудники МЧС сегодня показали журналистам спасительный бункер. Таких убежищ по области около трех тысяч, так что мест должно хватить на всех, успокаивают спасатели. Бронированная дверь и вентиляция с фильтрами не позволят опасности проникнуть внутрь спецпомещения. Надежность бункера изучал Дмитрий Изгагин. Дмитрий Изгагин. Стоит, качает воздух, а в том случае, если он устал, его заменяет другой человек. А 21 из трех тысяч бункеров Свердловской области. Его построили еще в 1956 году. Как и большинство подобных помещений, это должно было использоваться как бомбоубежище. Однако теперь его задача спасать людей в любых чрезвычайных ситуациях. В первую очередь, наверное, какие-то случайные мимо проезжающие химические аварии, да, когда будет угроза людям, то есть какое-то отравляющее вещество пошло на объект. Ну и второе, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия связаны с ураганами, с ветрами и так далее. Здесь мы народ укроем надежно. В случае ЧП на заводе прозвучит сирена. По сигналу каждый работник должен будет отправиться в убежище. Однако его для начала нужно подготовить. На это по плану отвозится всего несколько часов и специальная бригада из 20 человек. Под землю ей нужно будет спустить продукты питания, противогазы и, конечно, запас питьевой воды. В данной части защитного сооружения находятся две емкости по одному метру кубическому каждой, то есть подвозу. Заполняется в период подготовки по 3 литра в сутки на человечка. После эвакуации убежище останется только запечатать. Каждый выход оборудован специальной защитно-герметичной дверью. Защитной, потому что не дает пройти взрывной волне, герметичной, потому что не пропускает отравляющие вещества. Закрываем дверь и мы в полной безопасности. Этот бункер рассчитан на 180 человек. Запасов продовольствия здесь хватит на два дня. Связь с внешним миром люди смогут поддерживать с помощью радио и этого телефона. По нему можно связаться с МЧС. Спасатели скажут, когда можно выходить на свободу. Если же никакой информации нет, придется самим отправляться на разведку. Выходят на поверхность, в средствах индивидуальной защиты замеряют окружающую среду на наличие опасных веществ. Ну и, соответственно, дают команду или на выход на эвакуацию, или на продолжение укрытия в защитном сооружении. Уже полвека это помещение поддерживают в постоянной готовности. Содержат бункер четыре человека. Они регулярно проверяют исправность всех инженерных систем. И надеются, что горожанам этот бункер все-таки не пригодится. Дмитрий Сгагин и Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга.